Здравствуйте! Информационный час продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. В суд передано дело Карманника, похитившего у казанцев 50 тысяч рублей. Следователи полагают, что 39-летний ранее судимый мужчина причастен как минимум к 11 схожим преступлениям. Обычно он промышлял на рынках или магазинах. Задержать неуловимого злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как подозреваемый прогуливается по одному из казанских рынков. Следы из показаний своих жертв он не выслеживал, а скорее действовал по ситуации. К примеру, это преступление он совершил в момент, когда прохожий отвлекся буквально на одно мгновение. 39-летний казанец обвиняется в совершении серии карманных краш на территории рынков. Сумма причиненного материального ущерба превышает 50 тысяч рублей. Одно из преступлений произошло в середине июня. По словам потерпевшей, в этот день она пришла на рынок за покупками. Женщина отвлеклась и задвинула сумку за плечо. В этот момент к ней подошел незнакомец и достал лежащий на поверхности кошелек. На этой видеозаписи отчетливо виден момент кражи у продавщицы. Женщина поправляет свой товар на прилавке и, казалось бы, совсем забыла, что на ее плече висит сумка с документами и деньгами. Мужчина заметил это и подошел поближе. Чтобы вытащить кошелек, ему понадобились считанные секунды. Спустя какое-то время его удалось задержать. Теперь судьбу обвиняемого решит суд. Сотрудники полиции просят жителей города и республики внимательно относиться к сохранности своего имущества. В транспорте и на рынках города, в других местах массового скопления граждан хранить документы, деньги, средства мобильной связи в надежных местах. Не класть их в наружные карманы верхней одежды. Сумки всегда держат поле зрения, закрывать на замки, не оставлять на поверхности кошельки и другие ценности. Мужчина украл из магазина несколько бутылок коньяка. Преступление произошло сегодня днем в супермаркете по улице Минская. По предварительным данным, подозреваемый совершил кражу не с первого раза. Сначала он схватил две бутылки, но на выходе подскользнулся и упав разбил их. Решив на этом не останавливаться, он вернулся обратно в магазин и снова забрал товар. Лицо грабителя попало в камеры видеонаблюдения, сейчас полицейские его разыскивают. Помощь медиков понадобилась одному из участников аварии в Советском районе. В результате сильного удара водитель автомобиля Рено получил травмы. ДТП произошло на пересечении улиц Губкина и Арбузова. Ну, если человек ехал на красный, а он ехал на красный, я езжу на зеленый, поехал. Там же несколько секунд дается, чтобы зажечься. Водитель Рено самостоятельно вышел из машины скорой помощи. На такой поступок мужчина решился, чтобы рассказать о произошедшем инспекторам ГАИ. По его словам, они вместе с женой поехали на разрешающий сигнал светофора по улице Губкина в сторону Советской площади. В этот момент и произошел удар. Он на большой скорости на красный вылетел, получается. Потому что все стояли, машины, он вылетел и в бочину, и нас развернуло. По словам пассажирки Рено, Хёнда двигался на большой скорости по улице Арбузова на красный свет. Однако водитель корейской иномарки считает, что правила дорожного движения он не нарушал. Я завершал маневр на желтый мигающих стопах. Вот и все. А откуда, куда, как ехали? Я ехал в две страны. Они выезжали вот оттуда. Получается, на желтый мигающий завершали маневр, они должны были обязаны... Они не убедились. Обязаны были вас пропустить, получается. А что он ему сказать еще? Что ему еще сказать? Он правоту, он даже извиниться не может. На какой сигнал светофора ехал водитель Хёнда, и кому действительно предстоит извиниться, будут разбираться сотрудники ГАИ. После осмотра медиками владельцы Рено выяснилось, что у мужчины ушибы ребер. Остальные участники аварии отделались испугом. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. В полицию позвонили жители дома по улице Павлюхина и сообщили, что на тротуаре уже несколько часов без сознания лежит мужчина. Очевидцы предположили, что на пожилого человека напали. Кто-то из прохожих даже узнал пострадавшего и заявил, что он живет где-то в соседнем доме. Подъехавшие медики установили, что пенсионер сильно пьян. Привезти его в чувство на месте не удалось. И врачам пришлось буквально тащить человека до машины скорой помощи. На перекрестке улицы Тошаяк и Правобулачной рядом с площадью Тысячелетия столкнулись две иномарки. Водители автомобилей Тойоты и Ауди так и не смогли решить, кто виновен в ДТП. Я стараюсь предусматривать все, но вот они тоже какие-то. Ну они, не знаю, молодые, наверное, вышел. Так это ж ты в меня врезался, ты ж в меня врезался. В отличие от, так сказать, молодежи на Ауди водитель Александр за рулем уже 30 лет. И вот когда уже в пору бы праздновать юбилей, авария подрезали, объяснил хозяин Тойоты. Ты откуда ехал? Он даже не помнит. Я говорю, я же был впереди. Нет, вы за мной ехали. Я говорю, сейчас приеду, пусть разбирается, потому что доказывает бесполезно. Он налево хотел повернуть, он ехал за мной. Я прямо проезжаю, он за мной поворачивает налево. Он меня обгоняет, и я уже увидел его здесь. И вот, все, притерлись. У водителей пассажира Ауди альтернативное мнение на этот счет. По их словам, в аварии виноват водитель Тойоты. В тот момент, когда они справа Булачной поворачивали на улицу Тошаяк, японская иномарка якобы догнала их сзади. Он взял нас врезаться. Мы ехали. Он в итоге врезался, получается? Смотрите, ударка у него была, ударная сторона у нас получается. К сожалению, единственный видеорегистратор в Тойоте в момент аварии не был включен. Для того, чтобы разобраться в произошедшем и выяснить, кто же виновен в аварии, участники остались на месте ДТП до приезда инспектора в ГАИ. Разыскивается без вести пропавший житель Мари-Турекского района, республики Мариел, Петров Алексей Юрьевич, 1974 года рождения. 15 мая мужчина ушел с птицефабрики. В Лаишевском районе по настоящее время о месте его нахождения ничего не известно. Может страдать потерей памяти. Приметы. Рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карии. Был одет в армейскую одежду защитного цвета, на голове бейсболка. С собой, возможно, есть вещь-мешок. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просьба звонить по указанным номерам. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы вы берегли себя и своих близких. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир продолжит тема.